Культпоход Смена и дружба 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 Сын его. А, ну, сын его, да? Да. Да, Валентин. Ну, я, конечно, немножечко начало вашего разговора прослушала, а поэтому, потому что все Стрельцов рекламируют, и думаю, да, Господи, только что недавно прошел этот фильм. Я думала, что это повторение телевизионного фильма будет, а оказывается совершенно новый. Нет, нет, это абсолютно новая, абсолютно другая картина, никак не связанная, и подарит вам новые эмоции, если вы придете в кинотеатр. Приходите, Валентина, сравните. Я приду, я даже обязательно пойду, потому что мне даже интересно сравнение, но действительно он больше-то сидел все-таки в Кировской области, чуть ли не в Кирове-Чупецке. Именно там. Потому что я как раз это все знаю, это как бы, ну, вот это на моей биографии это все происходило. Поэтому, по-моему, он нигде больше много-то не сидел, он, по-моему, только в Кирове. Ну, понятно. Да, Валентин, спасибо, давайте приходите в кино. Да, до свидания. Валентина, наша слушательница постоянно ей позвонила. Внимательные люди-то. Да. И погруженные. Так, возвращаемся к доводу. Да, довод у нас 16+. Кристофер Нолан. Посмотрите два-три раза. Если ничего не поймете, посмотрите четвертый. Не знаю, поможет, не поможет. Запасайтесь вкусняшками, сладостями, попкорном. 2.30 идет фильм. Кто не успел, еще есть шанс ходить. Буквально еще пара недель. Еще две недели будут идти. Я думаю, что да. Также у нас Мулан. Фильм, на самом деле, для абсолютно широкой аудитории, для тех, кто не смотрел мультики. А, кстати, для тех, кто вообще не понимает, что такое Мулан. Что такое Мулан? Что такое Мулан? Вот ты в детстве в Дисней смотрела Мулан мультик? Нет. Дарья? Тоже нет. Вот. Вот как так? Вот так вот. Вот две девочки, вроде, для которых снят этот мультик, да, как раз. И не смотрели Мулан. Не знаю, я много смотрела диснеевских мультфильмов, но Мулана я не помню. Но Мулан прошел мимо, да? Да, как-то так. Дракон Мушу ни о чем не говорит, да? Нет. Нет? Нет. Вот. Вот, в общем, собственно говоря, это фильм, сделанный на базе, собственно говоря, мультфильма Дисней. То есть то, что они проделали с Красавицей Чудовищем, то, что они проделали с кем-то, с Аладином, да, с Королем Львом они это проделали. Сейчас они это сделали с Муланом, то есть они взяли мультик и, собственно говоря, перевели. Взяли его в киношную уже, в живую, так скажем, более живую версию. В версию со взрослыми актерами. Да, вот. Я даже не знал, как это выразить, да. Вот. И, естественно, получилось совсем по-другому. Не так, как в мультике. Честно скажу, появился такой легкий боевичок. Вот. Он появился легкий боевичок, но он интересный. Там есть немножко магии, немножко того, немножко сего. Как обычно, Дисней не скупится у нас ни на костюмы, ни на виды. То есть это красивый очень фильм. Это красивый фильм, безусловно. Тем более, что для тех, кто любит фильмы а-ля там «Крадущийся тигр», да, «Дом летающих кинжалов», «Герой», вот эти вот все классические китайские фильмы с летающими людьми. То есть там вот это, вот это все там есть. Вот это там есть, но без борща. То есть там нет вот этого, знаешь, там, где они постоянно вот это в воздухе там мечами машут, да, и там над елками парят. Вот. Какой-то там скандал, по-моему, был, да, тут недавно разразился после поста актрисы. На самом, нет, там не после поста актрисы, там, создатели фильма, в титрах поблагодарили власти округа, который, как-то он называется, не помню уже китайское название, вот, который типа угнетает там людей, вот там, дескать, все плохо. Ну, не знаю, ребятушки. Ну, нет, она потом выложила в Фейсбуке какой-то пост, в котором поддержала полицию Гонконга, насколько я понимаю. Какие-то минувшие протесты и тоже. Ну, в общем, все это такая околокиношная мишура, которая, на самом деле, абсолютно ничего не значит про фильмы, и до нас она имеет отношение вообще никакого. Но фильму это не помешает. Фильму это не помешает абсолютно, то есть стоит сводить, я бы сказал, что стоит сходить возрасту от примерно там 8-10 лет и до плюс бесконечности. Хотя возрастное ограничение стоит 12. Возрастное стоит 12 плюс, но мы все понимаем, что это рекомендовано. С родителями, естественно, ничего там нету, новых норм по Оскару там не наблюдается, Оскара фильм не получит, однозначно, в крайнем случае, российская его версия. Так что Мулан 12 плюс, пересъемка мультика, Дисней еще в кинотеатре. Тоже еще две недели будет идти или поменьше? Скорее всего, да, скорее всего еще две. Вот, кроме того, у нас российский мультик для юных зрителей, коль мы коснулись, это вот прям премьера, также вчера вышла, это «Белка и стрелка. Карибская тайна». Так, ну «Белка и стрелка» это что-то вот знакомое такое. Если есть дети, особенно младшего возраста, вы 100% включаете канал «Карусель», там идут куча-куча всяких мультиков, в том числе и «Белка и стрелка. Озорная семейка». Вот по этому мультсериалу, собственно, в 2014-м вышел первый фильм, где они, ну, мы же понимаем, «Белка и стрелка» что за собаки-то такие. Вот, и вышел этот мультик, и они, как положено, «Белкам и стрелкам» нашей России и советской эпохи покоряли космос. На этот раз, видимо, в пандемию ребята соскучились все-таки по другим каким-то местам, более приземленным и более райским уголкам, и отправили их на Карибы. Ну, понятно, раз мы сами не можем поехать, отправим туда «Белку и стрелку». Вот, соответственно, в компании своего ребенка, двух песелей и себя лично... Можно тоже попутешествовать. Попутешествовать, да. Правда, в мультформате 6+, штандартный мультик для малышков. Да, а еще, Саша, я видела у вас на сайте информацию о том, что мультик этот идет как раз вот по вашим... Я даже не знаю, у вас есть возможность для совсем малышей. Для совсем малышей, либо мам, которые прям совсем вот только-только буквально вот родили, да, у которых совсем еще маленькие груднички. Есть такой проект «Мое первое кино», он будет у нас первый показ, это такой он знаковый, потому что мы восстанавливаемся после пятимесячного простоя и как бы не показывали для самых маленьких фильмы, мультики. Что мы делаем? Мы не выключаем до конца свет, дети, соответственно, свободно у нас перемещаются, мы делаем потише звук, чтобы никого ничего не пугало и, собственно говоря, приходите, смотрите, детки где-то залипают на экран, а вы, собственно говоря, немножко и от них отдыхаете и где-то развеиваетесь. Ну и дети не боятся в этот момент, потому что обстановка не меняется резко. Единственное, что мы раньше выставляли свои игрушки, сейчас нельзя, если ребенку надо, берите свои. Вот, в 4 часа будет показ в кинотеатре «Смена». Сегодня? Нет, в среду, в следующую. А, в следующая среда. Да. Также у нас из кино остается, вообще много премьер, кстати, да, таких? Да, да, да. Накопилось, я говорю, накопилось вообще. Вот, ну, быстренькое ужастики у нас, да, это «Заклятие дом 32» и слэшер, клаустрофобы квест в Москве, все, кто хочет попугаться, welcome. Вот, чувак. Я сегодня просто как раз ехала, и по радио ведущие тоже представляли вот этот вот слэшер, да, и там пошутили по поводу того, что события происходят в Москве, но ничего с Россией там не связано. И ведущий такой, ну, вроде, как интересно получается, Москва, и ничего с Россией не связано, то есть они как знали, как знали. Абсолютно верно, да, 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 с Россией. Хорошая шутка, да. Вот, фильм, на самом деле, американский. Если про курстофобы говорить, квест в Москве, это не российский, так что не надо лишних испугов по поводу, а наши опять что-то наснимали. Вот, все в порядке. Ну, и еще парочка. Так, а возрастное ограничение у «Заклятия» я вижу 16. У 16, у того 18, у клаустрофобов 18. Вот, и «После два» у нас еще продолжается, это знаменитый роман. 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 Первая часть у нас вышла в 2018. Если мне не изменяет память, году, фильма. Вот, роман продается просто огромными тиражами, если кто не в курсе. Но основная аудитория — это девочки-подростки. Вот. Как называют фильм, точнее, я его привык коротко называть, это «50 оттенков серого только для подростков». То есть там как бы все завязано, в принципе, на взаимных отношениях полов, как мы все это любим. Но туда без родителей-то можно детей отправлять, подростков? Вот 16 плюс, я смотрю, возрастное ограничение. Он стоит 16 плюс. То есть мы о разных подростках с тобой говорим, видимо. Нет, все-таки если с подростками желательно сходить с родителями, родители тоже просветятся опять же. Ну, мне кажется, с подростками 16 плюс ходить в кино уже несколько лет. Ну, нет, с подростками имеется в виду, они уже могут сами. Ты уже и так идешь. Но если девочка 12 лет у тебя попросится, дочка, например, 12 лет попросится, «Мама, мама, ну пойдем сходим», ну, сходите вы с ней, нормально все, да, хотя бы научиться видеть красивую любовь и не только телесную, честно говоря. Уже вторая часть, те, кто не посмотрел первую, обязательно посмотрите, иначе будет немножко непонятно. Вот, после 2, 16 плюс очень хорошо идет. Все. Все. Это из того, что есть сейчас. Из того, что есть сейчас, да. Теперь анонсируем, что будет дальше. Давай тогда коротенько, чтобы сильно не загружать зрителей эфир. Вот буквально коротенько, одну вот премьеру, самую главную, именно для культахода, мы ее прям готовили буквально. С 1 октября у нас «Манхэттен Шортс». Вот. «Манхэттен Шортс» 16 плюс. Для тех, кто не в курсе, что это такое, это фестиваль мировой короткометражных фильмов, где именно вы выбираете победителя. То есть, вы приходите в кинотеатр, смотрите, там 12 картин будет, в том числе одна российская. И все надо посмотреть? Ну, как уж у тебя терпения хватит. Ну, они, это короткометражки. То есть, общая продолжительность 12 картин, это 2, а 10, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть, нормально, ты высиживаешь, смотришь картины одно за другой, и затем тебе выдают листочек с голосованием, которое голосование передается, прям твой голос реально будет учтен в международном жюри, и на международном уровне уже вынесено решение, включая, вот прям твой голос. Ага. Они объединены какой-то темой? Они нет, они не объединены никакой темой. Это, они просто для своего фестиваля отбирают, делают программу, и, собственно говоря, выносят на голосование, и там участники получают призы. Ну, разные, вот я смотрю сейчас на сайте расписания, да, фестиваля, и триллеры есть, и драмы, и комедии, и социальные драмы. Конечно, конечно. Ну, в общем. То есть, это очень интересный проект, а с учетом небольшого такого интерактивчика, где вы себя можете почувствовать частью мирового сообщества, думаю, это вообще замечательно. С 1 октября будет идти, я думаю, что 2 недели примерно, но сильно не опаздывайте, потому что сеансов будет не так много, все-таки фестиваль. Ну, то есть, за расписанием на сайте можно следить, да? Да, можно следить, пока еще не сделал, естественно, рановато. Ну, на следующей неделе оно лучше появится. Ну, на следующей неделе, в понедельничек уже будет, да. Ну, вот я просто смотрю и понимаю, что я бы даже, наверное, тоже с большим удовольствием. Да, стоит, стоит, стоит. Широкий очень круг стран, я смотрю, да, то есть и Палестина, Финляндия, Иранский, Израиль, Северная Македония, Франция, США, ну, в общем, вот. При том, что уже 2 года, по-моему, не было российских фильмов, а в этом году есть. То есть, если вы прям сильный патриот своей страны, и вам, в принципе, все равно, что они там наснимали, но вы за Россию, вы можете смело приходить и голосовать, оставить свой голос именно за наш проект. Ой, слушайте, какая российская лента-то интересная. Социальная драма, экзамен. Да. В религиозной женской школе все ученицы, все ученицы под пристальным наблюдением, но если отец велел, надо, несмотря ни на что, доставить клиенту кокаин. Ого. Так. Короткометражка. Короткометражка. Короткометражка и социальная драма. Я, на самом деле, просто достаточно настороженно относилась всегда к фестивальному кино, потому что, хоть, ну, думаешь, кино — это же что-то про так, что голову проветри, да, здесь надо как-то напрягаться. Я не помню, какой это год был, но тоже в смене, но, правда, не короткометражки, и мне почему-то так запал в душ этот 12.08 к востоку от Бухареста, так, по-моему, называется. Ну, то есть, тоже вот оно прям такое фестивальное-фестивальное кино, но оно оказалось настолько вот удобоваримое, я не знаю, ну, то есть, вот как в обычной жизни, я до сих пор его с удовольствием пересматриваю, так что фестивальное кино не всегда опасно для ваших мозгов, да? Мне кажется, фестивальное кино вот сейчас — это хорошая такая история, потому что давно же не было ничего подобного. Конечно, во-первых, давно ничего не было. Многие фестивали перенеслись, вот, с учетом того, что фестивальное кино и так выходит не слишком часто, да, в принципе, если, ну, если мы говорим не о полном арт-хаусе, да, действительно, а о каком-то арт-мейнстриме там, да, и так далее, то вот, пожалуй, «Манхэттен» — один из тех фестивалей, который вот как раз он отличается от других фестивальных проектов, он отличается именно своей легкостью. Вот он легкий, его легко смотреть всегда, они отбирают проекты, которые не слишком загружены, которые не слишком там где-то наворочены именно в плане там визуальной составляющей, знаешь, там как там, там не Тарковский, в общем, ни одним местом. Вот, то есть это более приближенное к нашей реальности фильмы. Вот, поэтому вот именно его хотелось бы и, собственно говоря, пригласить всех зрителей на него. Вот. Мы призы начнем сейчас разыгрывать. Да, я думаю, что мы сейчас их озвучим. Пусть люди подумают, повыбирают, что они хотят. Да, и после этого мы приступим после рекламы уже к розыгрышу. Итак, что мы разыгрываем сегодня? Я напоминаю 211-101 номер нашего телефона. Это пригласительный в Кировский драматический театр на 29 сентября. Сентиментальная история в одном действии «Змея золотая». Начало в 18 часов, ограничение 16+. Есть у нас два билета на любой фильм и сеанс в кинотеатр «Смена». Спасибо. Обычно пользуются бешеной популярностью, как обычно. Да, это, кстати, призы, которые уходят вообще всегда в первую очередь, почти. Да, пригласительный в театр кукол у нас есть на завтра на 11 часов «История трех поросят», ограничение 0+. И на воскресенье тоже на 11 часов «Бобик в гостях у Барбоски», тоже 0+. То есть совсем маленькими можно пойти. Театр кукол, кстати, рекомендую в этом сезоне, у них прям вах-вах, так что не пропускайте. Книги у нас есть от магазина «Читай город». Книги, Аня говорила, можно читать по очереди. Да, хорошо. Тикинси, леди на сельской ярмарке, всегда раскроют пару преступлений. Новые детективные серии о леди Эмили Харткасл и ее горничной Фло. Золотые стандарты английского детектива в современной интерпретации 16+. Есть произведение «Вавилон. Вокруг света за 20 языков». Гастона Дорена, не знаю, где Дорене. Журналист, филолог и полиглот предлагает захватывающую историю по 20 основным языкам мира. 16+. Кристофер Бакли, собиратель реликвий, захватывающий авантюрно-приключенческий роман о волнующих событиях 16 века. Невероятно интересно. Тоже 16+. А о каких событиях? Ну, вот прочитайте, узнаете. Напомню, да, что эти и другие книги можно найти в магазинах «Читай город». По адресам Преображенская улица, 65 ТЦ Театро и Ленина, 103А, торговый центр «Крым». И пригласительный в органный зал Вятской филармонии на концерт солист-орган-оркестр. О, вот это я бы сходил. Да. 30 сентября, 18 часов, ограничение 12+. Всё, уходим на рекламу. Вопросы озвучим потом, правильно? Вопросы потом. Проект выходит при поддержке салона яблочной техники «Фрэш-стор». Культ поход. Программа «Культ поход» продолжается. В студии нашей Александра Сухарев, менеджер кинопроката Содружества кинотеатров «Смена и дружба». Мы сегодня говорим о кино, о премьерах в кино. Да, и первый вопрос задаём слушателям, Александр. Хорошо, давайте будет меня про кино. Но, значит, смотрите, мы разговаривали о Мулан, да, у нас такая история, что есть действительно такая легенда. То есть это не просто выдумка какая-то, это действительно есть китайская древняя легенда. И как на самом деле в легенде зовут девушку? Вот как её зовут? Надо варианты, наверное, да? Да, лучше бы да. Ну, давайте. Пусть будет это Чо Мулан, Хуа Мулан и Хо Я Цзы. Ага. Три варианта. А, пусть три, там понятно, что... Уже есть звонок или нет звонка? А, вот я вижу, что уже там звонит телефон. Сейчас мы того, кто попробует первым назвать, испытаем. Спросим его, он догадывается или знает правильный ответ. Угу. Есть. Добрый день. Меня зовут Наталья. Да, Наталья. Здрасте, Наталья. Хочу попробовать отгадать, может быть, Хуа Мулан. Хуа Мулань, да, всё верно. Хуа Мулань. Чо Мулан — это вятское, скорее всего, название. Какая-то есть вятская легенда. Вот. А Хуа Мулань, Хуа — это у неё так звали, получается, кого? Отца. Папа, наверное. Да всё верно. Именно так образуются примерно полные имена китайцев. Да ладно? Да. То есть у них как фамилии в Исландии, да? Типа да, 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 да. Понятно, слушайте, интересно. То есть Хуа — это обозначение рода, получается. Вот Хуа Мулань, действительно, там целая серия, огромная серия легенд о женщине-воительнице. Почему они для неё необычные? Потому что, на самом деле, воительными были только мужчины. Вот. И тут это прям легенда-легенда одной-единственной женщины. Вот. Вот такой. Да, действительно, Хуа Мулань, вы правы. Ага, то есть у них там тоже свои есть. Наталья, добрый день ещё раз. Выбирайте, пожалуйста, приз, да. Так как мы на Мулань с детьми уже идём, я бы хотела билет в театр. На 29-е число. Так, в какой театр? В драматический. Да, драматический, на змею золотую. Да. Да, Наталья, пожалуйста, трубочку не кладите. Продюсеру фамилию свою назовите, номер телефона, билеты у нас в редакции, за ними можно будет зайти, как обычно. Спасибо. Пожалуйста. Так, едем дальше. Едем дальше. Есть у кого ещё вопросы? Ну, Александра, мы все смотрим на Александра, да. Все ждут спасительного меня, да? Мы же про кино сегодня. У нас тоже есть один вопрос, но про кино, правда, ну, я не знаю, вот... Ну, давай уже, задавай, что ты... Я просто очень хочу его посмотреть, поэтому вопрос у меня про это кино. 23 сентября вышла Энола Холмс, но, правда, не в кинотеатрах, а на стриминговом сервисе Netflix. Что это такое? Расскажи. Энола Холмс? Энола Холмс? Да. Нет, это фильм. Это фильм вышел, да? Это фильм, да. Это не сериал, Netflix теперь ещё и фильмами занимается. Но он давно. Да. Очень. Ну, вот я больше по сериалам, поэтому... Так вот, Шерлок Холмс. Вопрос, собственно, в чём? Ну, то есть о Шерлоке Холмсе ведь очень много всего. Возрастное ограничение. Не помню. Ну, ладно, 16 плюс. 16, 100%. 16 плюс будет, да. 100% 16 плюс. Давайте сначала без вариантов попытаемся вспомнить, в каком рассказе впервые встречаются Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Ой, ой, ой. Я думаю, для тех, кто смотрел многочисленные экранизации об этих двух чудесных людях, никаких проблем с этим должно не возникнуть. Не должно возникнуть. Нет, но если вдруг возникнуть, я могу и линию, я помню, как это происходило, но я не помню название рассказа. Но у нас слушатели есть, сейчас спросим. Нет слушателей? Нет. Ну, давай тогда я зачитаю какие-нибудь варианты. Давай. Давай. Варианты. Собака Баскер ввели. Так. Этюд в багровых тонах. Так. Знак четырех. Так. Да и хватит. Да и хватит. Три варианта, нормально или еще? Хватит, хватит. Да куда тут же целых шлях и все. Мне кажется, туда же догадаться можно уже. А как это догадаться? Даже тем, кто не знает. Как это ты догадалась? Ну, там просто... Как-то вот. Ну, не знаю. Мы вот со звукорежиссером в наших разных названиях думаем сейчас. Я тоже думаю. Я с тобой, наверное, согласен. Да, есть слушатель. Добрый день. Здравствуйте. Это Светлана. Я думаю, ну, вариант второй давайте. Этюд в багровых тонах. Да. Совершенно верно. Вот я про него уже думал. Вот, и я про него. Я тоже про него думал, да. Что про багровые тонах. Тонах. Багровые. Да, Светлана, это совершенно верный ответ. Скажите, а вы помните или вы угадывали? Нет, я угадывала. Честно угадывала. Я вот помню, что когда вся эта история начиналась, только у Холмса и Ватсона, сейчас мы Светлане выберем приз. Да, Светлана, выбирайте. Конечно, я выбираю смена. Кто бы сомневался, я бы тоже выбрала смену. На что пойдете? На Стрицова? Светлана? Светлана? Да, да. На Стрицова? По имени-то, запишите. Да, да, мы записали. Вы пойдете в смену на какой фильм? На Стрицова? Или на Довод? На Ужастик я хочу. На Ужастик? Вот, замечательно. Ну, Слэшер, наверное, да? Слэшер, который клаустрофобы в Москве. Это там, где мясо, кровь, вот это вот все. Да, да, да. Вот и да. Замечательно. Неожиданно. Спасибо. Да, два билета, Светлана, достаются вам. Спасибо большое еще раз кинотеатру «Смена», который помогает нам отправлять наших слушателей. Раз уж Светлана собралась, у нас еще в эту субботу ночь кино будет в 22.00, три фильма подряд, там будут участвовать, получается, вот как раз клаустрофобы после заклятия. Клаустрофобы после заклятия. А это все ночью? Это все ночью, в 22 начнется и три фильма, где-то примерно в 4 утра, в 3.30 закончится. В 3.30 утра после такого просмотра идти домой, да, можно Светлану уже отпустить, между звукорежиссер мне показывает. Домой ночью по ночному городу после трех фильмов. Ну, нормально. После ужастиков. Да, да, отлично. Кстати, очень темно в Кирове. Да. Почему-то мне показалось, что в этом году очень темно. Я вчера об этом говорила директору Кировсвета. Они со мной не согласны. Говорят, что приезжали гости к нам в город и сказали, что в Кирове очень светло. Я знаю, почему мне показалось. Нет, нет, из какого-то другого областного центра. Я знаю, почему мне так показалось. Я просто переехала, и теперь путь домой лежит через вот кусочек. Через поля? Нет, там вот здесь солнечное, вот в районе теплотрассы, вот это многострадание, которое очень долго. И там есть место, ребята, не знаю, метров 300-400. Там нет ни одного фонаря. А ты прям батруром хочешь? Просто чернота. Я, Даша, знаю, что нужно сделать. Я даже знаю, какой подарок надо сделать, Даша. Вот эти фонарики маломные, туристические, мы тебе обязательно, обязательно этот фонарик подарим. Ну, правда, потому что ноги же надо беречь, скоро же у нас гололед еще начнется. Да, у нас остается сколько? Одна минута? Шесть минут. Ну что, это еще от меня вопрос. Есть ли вы можете задать еще вопрос от Александра? Давайте, вопрос. Про довод будет вопрос. Вот само слово довод, немножко он такой, получается, филологический будет. Само слово довод, это вообще что? По своей структуре. Это антоним, топоним или полиндром? Ух ты. Упа! Так, лингвист и филолог. Зависли, да. Мы такие, как робот-вертор такие, раз. На самом деле вопрос достаточно прост. Ну, наверное, да. Но ждешь же подвоха обязательно. Да не, не особо. Есть звонок. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здрасте. Как вас зовут? Елена. Здрасте, Елена. Вы угадывать будете или знаете точный ответ? Нет, я хочу угадать. Это, по-моему, полиндром. Все правильно, это полиндром. Это слово, которое читается и туда, и сзада наперед, и спереда назад. Одинаково. Все остальное вообще не имеет отношения особо к структуре слов. Это просто антоним. Это противоположное слово к текущему топоним. Это обозначение местности и название чего-либо. Да, действительно, довод. Это полиндром. Именно на этом строится весь фильм Кристофера Нолана на противоположностях. И, собственно, передаю вас. Да. Елена, выбирайте приз. А можно книжку про 16 век? Книжку про 16 век? Верно ли я понимаю, что это собиратель реликвий Кристофер Бакли? Захватывающий авантюрно-приключенческий роман о волнующих событиях 16 века. Да, да, да. Это он. Хорошо, Елена, пожалуйста, оставьте нашему продюсеру свои данные, номер телефона хотя бы, да, чтобы я связалась и рассказала, как вы можете книжку забрать. Но если что, она у нас в редакции на Московской, 40. Все. Все. Отключили. Отпустили ее. Ну что, давайте тогда, наверное, завершаться будем уже, да, тихонечко. У нас, правда, остается еще прекрасная совершенно филармония и три минуты. Но вопросы у меня, например, вот они уже практически закончились. Их и не было. Их и не было. Шел на экзамен, не знал, но еще и забыл. Да, 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 точно. Просто Аня, наверное, по традиции решила зажать пару билетиков. Да, ну что вы меня обвиняете в таких вещах, которыми я никогда не занималась. Вот правда, никогда, никогда. Между прочим, я хочу у вас спросить. Вот о чем. Значит, у нас есть две минуты. Сегодня, 25 сентября, в Соединенных Штатах отмечается один праздник, который имеет отношение к искусству, творчеству и, в частности, может быть, даже и кино. Что же это за праздник такой? День сериалов. Я должна бы отмечать. Да, ты должна была бы отмечать. День концертов или день комиксов? Ну, в общем-то, я два праздника могу отмечать. На самом деле. Я, на самом деле, более-менее даже знаю. Как это ни странно. Так, 25 сентября, 211-101. Я просто недавно наткнулся на эту информацию, случайно. День сериалов, день концертов или день комиксов? 25 сентября, США. Сегодня в США. А, кстати, где ты это нашла? Я вот открыла тут специальную Википедию, чтобы подсмотреть. Так, ну-ну-ну. И там нет ничего. А, ты видишь, правильный ответ. Мы даже подсказали слушателям, что можно открыть, чтобы увидеть его. День сериалов, день концертов или день комиксов в США сегодня отмечается? Так, я вижу, кто-то звонит. Кто-то звонит. Добрый день. Добрый день. Я Ирина. Да, Ирина. Я думаю, что день комиксов. Ага. А вы подсмотрели или вы знали? А я где-то... Эта информация была уже в голове. Где-то была в голове. Вот, Александр. У всех где-то информация в голове про день комиксов в США 25 сентября. Слушайте, у меня Шерлок Холмс вспоминается, кстати, с первого знакомства. Ирина, какой пресс вы хотите? Я хочу на органную музыку. На музыку. В органный зал пойдете? Да, да, да. А, вот, все разобрали. Разобрали. Да, Ирина, пожалуйста, не кладите трубочку. Расскажите нашему продюсеру, как вас найти, чтобы мы могли передать вам билет. Телефон номер оставьте. Спасибо большое. Так, все. У нас остается минута. Минута остается? Да, я просто смотрю, что наш продюсер сейчас не рядом с телефоном. Но я надеюсь, она успела подбежать, поэтому никаких проблем с билетами не возникнет. И пора закругляться нам, да? Да, совершенно верно. Еще раз анонсируем все сеансы в кинотеатре «Смена». Напоминаем нашим слушателям о двух вещах. Первое. В кинотеатре «Смена», конечно же, соблюдаются все меры безопасности. Это естественно, конечно. Мы подписали даже декларацию. То есть все, у нас есть. Все безопасно, все хорошо. Все обрабатывается. Да, второй вопрос. Мы об этом говорим всегда с нашими гостями культ похода. Если вы плохо себя чувствуете, если вы понимаете, что что-то может быть, вы начинаете там заболевать. Да, есть температура небольшая, кашля. Ну, посидите дома, посмотрите сериальчик, а потом уже приходите на фильм. Я думаю, что вы успеете. Выздоравливайте, приходите на новые фильмы, новые премьеры. Спасибо большое нашему гостю Александру Сухареву, менеджеру кинопроката Содружественных кинотеатров «Смена и дружба». Культ поход на этом завершается. Всем счастливо. Пока. Культ поход